В подмосковных лесах тихо рыщут люди с ножами. Нет, речь не о маньяках. Это грибники вышли на охоту. Кто-то, возможно, тоже хотел пойти бы по грибы. Да вот беда, не знаю, чем отличить поганку от сыроежки. Заблуждения о грибах во многом объясняются именно тем, что их жизнь невидима. Многие рассуждают примерно так. Подумаешь, грибы, даже если их и не было бы в природе, мы всего-то лишились бы нескольких кулинарных деликатесов. Это не так. Грибы оказали огромное влияние на ход эволюции. Именно они способствовали распространению растений по континентам. Не будь грибов, не существовало бы и лесов в их нынешнем виде, и, наверное, их обитателей. Да и человека могло бы не быть. Житель я городской. И, как и многие, грибы вижу в основном на полке в супермаркете. Поэтому, если вы сомневаетесь, какой гриб съедобный, определить это вам помогут опытные грибники. Еще лучше, если один из таких знатоков пойдет с вами хотя бы на первую тихую охоту. Мне посчастливилось, и сегодня со мной настоящий профессионал. Дмитрий Тихомиров. Опытный грибник, основатель проекта «Охотник до грибов». Вот за тем лесом, где должны быть настоящие боровики, и куда я сейчас направляюсь. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуй. Ну, давайте начнем сначала. Как правильно собирать грибы? Нужно срезать или выкручивать их из земли? Это извечный спор грибников. Одни уверены, что грибы нужно только срезать. Если мы их вырываем, мы повредим грибницу, и на следующий год будет меньше грибов. Другие уверены, что грибы нужно только выкручивать, потому что корешок, оставленный в земле, загниет и как-то заразит грибницу. Но правда заключается в том, что, как давно доказали микологи, абсолютно все равно, как мы добываем такое временное явление, как плодовое тело гриба. Грибница находится глубоко под землей, и даже это не почувствует, срезаем мы гриб или выкручиваем. Поэтому это абсолютно пустой спор. Но, тем не менее, большинство грибников переубедить почему-то невозможно. Все остаются на своем мнении. Одни уверены, что их нужно только срезать, другие, что только выкручивать. В народе бытует множество заблуждений, связанных с определением ядовитости грибов. Однако, вопреки утверждениям некоторых знатоков, простых способов определения ядовитых грибов не существует. Чтобы не отравиться, следует критически отнестись к целому ряду ложных, но весьма распространенных принципов объединения всеедобности грибов. Как насчет длительного кипячения? Если кипятить несколько часов, грибной яд уже не вреден. Есть грибы условно-съедобные, у которых действительно при кипячении, при тепловом воздействии выходят токсины. Вот как сейчас весна, и среди сосен растет строчок обыкновенный, который действительно имеет токсин герметрин. Его достаточно два раза отварить, и герметрин из него выходит, он становится отличным вкусным съедобным грибов. Но при употреблении без достаточной тепловой обработки он весьма опасен. Но из большинства ядовитых грибов невозможно никаким способом убрать токсины. Сколько бы вы не отваривали бледную поганку, хоть сутки будете ее держать в кипятке, она все равно будет такой же смертельно ядовитой. А еще один миф, что все молодые грибы съедобные. Правда ли это? То есть они становятся ядовитыми только спустя какое-то время? Это тоже, конечно, заблуждение. Бледная поганка – самый ядовитый гриб в России, только родившись уже смертельно опасно, как какая-нибудь гадюка, которая тоже в младенческом возрасте абсолютно ядовита. Поэтому даже если вы найдете бледную поганку, маленькую, она способна вас убить. А большой бледной поганки хватит, чтобы убить трех человек. Поэтому, кстати, интересный факт. В южных регионах страны, в районе Калужской области, Тульской области, так много смертельных отравлений грибами. Там мало лесов, и нами всеми любимые виды грибов, типа белых, лисичек, подосиновиков, там встречаются гораздо реже. И местное население собирает поплавки и некоторые другие тонкие виды грибов, которые, кстати, и можно спутать с бледной поганкой, особенно в младенческом возрасте. Основное правило грибника – грибник, как и сапер, ошибается один только раз. Поэтому с грибами нужно быть осторожными. Еще один миф. Серебряная ложка, опущенная в отвар грибов, чернеет, если в ней находится ядовитый гриб. Такой же точно миф существует и насчет луковицы. Как ни странно, даже в деревнях, где люди всю жизнь ходят за грибами, многие уверены в правдивости этого мифа. Это, конечно, очередное заблуждение. Нет никаких технических способов проверить, съедобен гриб или нет. Это просто невозможно. Гриб нужно знать только в лицо. Никакая серебряная ложка, никакая луковица не посинеют, не позеленеют, не почернеют. Ведь чтобы проверить, ядовитый гриб или нет, его можно опустить в молоко. Молоко скисает, если там есть яд. Нет, это также, конечно, заблуждение. Никакое молоко не может скиснуть от контакта с грибами. Поэтому еще раз повторю, невозможно определить, ядовитый перед вами гриб или съедобный. Нет таких способов. Гриб, как и своего врага, нужно знать только в лицо. Другого способа нет. Сейчас, кстати, есть масса приложений по определению грибов. К сожалению, в них тоже масса ошибок. Желательно только начинать ходить в лес с опытным грибником, который научит, какие грибы токсичны, а какие съедобны. Ну вот я знаю, что в приложениях невозможно передать запах. А есть мнение, все ядовитые грибы отвратительно пахнут. Это также очередное заблуждение. Ядовитые грибы могут пахнуть вполне себе нормально и приятно. Но на ваших похоронах вам это будет уже все равно. Те немногочисленные, кто выжил после поедания бледной поганки, рассказывали, что на вкус она весьма приятна, сладковата и на самом деле отличный гриб. Но выживаемость при бледной поганке, по-моему, сейчас процентов 30. То есть у вас достаточно большой шанс, что вы не выживете. В Подмосковье бледная поганка, на самом деле, достаточно редкий гриб. Я даже не помню, когда я ее находил. Она весьма теплолюбива и растет, начиная от Тульской области. И поэтому там, кстати, в сезон иногда вымирают целые семьи. Зато ядовитые грибы не едят черви и улитки. К сожалению или к счастью, но у нас с улитками и червями совершенно разные вкусы. Они запросто могут поедать ядовитые грибы. Сколько раз видел улиток и червей в красных мухоморах. Кстати, красные мухоморы также считаются уже давно в Европе условно съедобными грибами. Почему-то в России все думают, нам это с детства все внушали, что красный мухомор очень ядовитый гриб. На самом деле его достаточно также два раза отварить и он становится отличным, вкусным, съедобным грибом. Не было еще зафиксировано ни одного смертельного случая от употребления красного мухомора. Их нужно съесть несколько десятков, чтобы действительно быть на грани жизни и смерти. Ну а если отравление уже произошло, говорят, что хорошо помогает алкоголь. Алкоголь, конечно, рекомендован, но только не в случае с грибами. Разве он не убивает яд, не выступает как дезинфектор? Невозможно нейтрализовать грибные токсины с помощью алкоголя. Между прочим, есть вид грибов, токсин, в котором становится активным только при употреблении алкоголя. Это навозник серый. Из него раньше даже производили кодирующие средства. И до сих пор, я знаю, в некоторых деревнях жены своим пьющим мужикам подмешивают суп серый навозник. Но кто знает о его свойствах? Если вы съедите серый навозник и потом в течение суток выпьете алкоголь, то отравление неизбежно. Вам будет плохо, вас будет тошнить, у вас будет болеть и мутится голова. То есть, в этом случае картошка с грибами под водочку не вариант? Не прокатит. Мало того, она не принесет вам и удовольствия после поедания серого навозника с водочкой, да и с любым другим спиртосодержащим напиток. Вот такие есть у нас в России грибы. Кстати, большинство грибников все-таки собирают видов 20-30, которые знают. Между тем, почти 500 видов в России съедобных грибов. Многие не знают, но даже часть видов мухоморов прекрасные съедобные грибы. Кстати, в июне пойдет мухомор серо-розовый. Прекрасный съедобный гриб, в котором нет ни грамма токсина или тот же самый зонтик пестрый. На самом деле, для опытных грибников это большой плюс, потому что ты ходишь в лес в июне, когда нет других грибов и весь лес в серо-розовых мухоморах. При этом многие думают, что это действительно какая-то страшная поганка. Там нет ни грамма, никакого токсина. Отличный съедобный гриб безопаснее, чем сыроежка. Спасибо вам большое. Прошли времена, когда люди ничего не знали о том, как растут грибы. Теперь нам известно, что такое грибница, представляющая собой переплетение тонких нитей. Эти нити словно паутина пронизывают огромные пространства и целые континенты. Это сложная экосистема. Что-то вроде органического интернета. Конечно, грибы можно купить. В основном они не так дороги. Но ведь сама грибная охота это одновременно приятное и полезное времяпрепровождение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...